привет это олеся надеюсь у вас все ништяк в этом видео я хочу показать вам очень интересную информацию которую я нашел на графике биткоина и мы посмотрим на этот график и я помогу вам разобраться в том что это все означает итак смотрим на недельный таймфрейм биткоина и почему мы начинаем с недельного таймфрейма потому что прошел уже год с момента корона дампа знаменитого знаменитой коррекции в марте прошлого года когда мы упали на 50 процентов за пару суток вы можете вспомнить что в апреле весной прошлого года в апреле я был очень настроен побычи на биткоин и говорил что мы увидим скорее всего бычий рынок и как вы видите почему я так был настроен потому что биткоин решил вернуться выше 21 недельной скользящей средней и удержаться выше этого критического очень важного уровня еще раз смотрите после падения биткоин быстро восстановился и закрепился выше 21 недельного мувинга и причина в том что и фишка в том что когда актив удерживается выше этого мувинга то шансы и возможности того что этот рынок будет бычий он пойдет наверх увеличиваются так что вы помните я был и весной и летом прошлого года очень побычи настроен в то время как многие шортили были настроены по медвежьи и думали ожидали увидеть биткоин снова по низким значениям я сохранял бычий настрой и говорил вам ребят что в сентябре что это похоже последняя возможность закупиться битком ниже 10 тысяч долларов когда все тоже не верили вы продавали но перед тем как я покажу вам этот график и объясню что он значит я скажу вот что последний раз когда биткоин потрогал свой 21 недельный скользящий мувинг как вы видите на графике это был сентябрь двадцатого года сентябрь прошлого года последний раз когда мы дотронулись до этого мувинга 21 недельный скользящий средний и теперь вы скажете ну и что давайте посмотрим на вот этот график обычно в бычьем рынке например в последнем бычьем рынке 2015 18 годов мы увидим интересные паттерны вы можете заметить что обычно в таком бычьем рынке любой актив также биткоин что он делает так это откатывается иногда периодически обратно к своей 21 недельный скользящий средний вот видите когда бычий рынок начинался 2015 в сентябре биткоин пошел наверх потом откатился обратно к своей 21 день скользящий средний отбился снова смотрите опять откатился к этой линии опять отскочил опять отскок откат отскок откат отскок откат как вы поняли эта линия выступала ультимативной поддержкой бычьего рынка до самого его конца так что внутри бычьих рынков мы видим такие паттерны повторяются время от времени это нормально откат до 21 недельный скользящий средний просто необходим для здорового аптренда также было и в 2012-13 году в предыдущем позапрошлом бычьем рынке тоже похожий паттерн посмотрите откат цена падает точно на 21 день скользящую среднюю удерживает ее бомб отскакивает удерживает отскакивает удерживает отскакивает и так до бесконечности окей вы наверное думаете ну и что это может нам сказать почему это так важно смотрите что я сделал на графике это подсчитал длительность этих циклов между откатами до 21 день скользящий средний и вот эти синие отрезки показывают нам продолжение во времени в неделях между каждым откатом вот как пример я вам показываю смотрите я подсчитал продолжительность вот этого цикла от одного укола 21 недельный скользящий средний и до второго отката к ней и как видите это продолжение было 23 свечки или 23 недели поскольку это недельный график так что 23 свечки это 23 недели 161 день и следующий откат был вот здесь до следующего отката у нас было всего 10 недель или 70 дней и потом отсюда досюда 16 недель 112 дней и так далее вы понимаете о чем речь и то же самое я сделал с предыдущим бычьим рынком и что я сделал дальше я взял все эти цифры и сделал таблицу для вас так что если вы также как я интересуетесь статистикой и анализом то вот вы можете видеть здесь что я сделал таблицу недель и времени и подсчитал средние самые короткие самые длинные и средние периоды и вот вы видите здесь из таблицы что средний период без откатного движения это 14 недель 14 с половиной недель ну или 14 7 чтобы быть точным 103 дня и также среднее значение это 13 недель или 91 день так что по факту 13 14 недель это среднее значение таких циклов другими словами среднее продолжение движения вверх до следующего отката до 21 недельного скользящего среднего мувинга это примерно 13 недель вот что мы видели за последние все за все последние циклы биткоина бычьи циклы биткоина теперь давайте посмотрим на ситуацию в текущем рыночном цикле и вы увидите что-то очень интересное как и я собственно когда это первый раз увидел этот бычий рынок особенный потому что посмотрите если мы пойдем с последней точки где цена биткоина контактировала с 21 недельным скользящим мувингом то это будет сентябрь август сентябрь 2020 и мы подведем подсчет просто оттуда и посмотрите на это ребят вы видите что это самый длинный заброс биткоина без откатов к этой линии самый длинный заброс на недельках без отката к этой линии 21 скользящий средний 29 недель 203 дня уже так что ребят этого никогда не происходило еще с биткоином у нас тут 29 недель без откатного движения без возвращения к среднем скользящим и без ретеста 21 недельного скользящего мувинга еще раз вам показываю среднее посмотрите на дату среднее значение это 14 13 недель средние 13 биткоин никогда этого не делал смотрите самые длинные без откатное движение было 24 недели было 24 недели как видите из таблицы статистически а сейчас у нас 29 недель вот смотрите среднее значение это 14 недель без откатного цикла так что сейчас мы уже превышаем вдвое среднее значение и если бы мы следовали среднему значению то у нас должен был быть бы откат реально в декабре вот в это время в декабре двадцатого года так что идеально у нас должен был быть откат вот там к этому мувингу но мы его не видели ни там не здесь и мы сейчас находимся уже в гораздо большем отклонении от средних значений в безоткатном движении так что это необычно и этого не происходило еще раньше так что мой взгляд такой ребят на график биткоина он не изменился конечно у нас 29 недель и 203 дня без откатов до 21 и мы что находится значительно далеко от своих среднестатистических значений так что я думаю все еще что более вероятно и более что более вероятно что мы увидим откат к этому мувингу 21 и мы буквально в ближайшие недели или месяца и вы наверное хотите спросить возможно ли что биткоин пойдет дальше без контактов с этой линии без откатов до 21 и мы да это возможно конечно все возможно но вероятность мы не спрашиваем друг друга здесь что возможно мы говорим о вероятностях и о том что более вероятно и скорее всего будет базируясь на статистике на информации на возможностях я все еще думаю что то что мы находимся на 29 недель выше своего среднего значения в таком без откатном движении я думаю что риск сейчас очень высокий у биткоина что потенциально сейчас у биткоина гораздо более высокий риск чем прибыли так что мой сценарий это то что мы скоро увидим откат к этой линии которая находится сейчас примерно на 37 38 тысяч долларов так что я думаю теперь до сих пор пока биткоин находится ниже 61 тысячи долларов то давление сохраняется давление может усилиться и повлечь с собой негативное движение вниз в виде откаток 21 дневный 21 недельный средний скользящий вот такая вот история ребята если вы заценили это видео поставьте лайк напишите комментарий подпишитесь на канал алисио вот такая вот информация всем большущего профита и пока